Даже такое оружие, оно было на вооружении и Красной Армии, то есть оно поступало по Ленд-Лизу, но впервые это оружие в руках Красной Армии появилось еще во второй половине 30-х годов. У нас здесь, в Подмосковье, была очень интересная такая воинская часть, пролетарская мотострелковая дивизия, ее еще называли придворной. Бойцы и командиры этого подразделения были постоянными участниками всех военных парадов на Красной площади. И советское правительство закупило экспериментальную партию вот таких вот пистолетов, пулеметов в Соединенных Штатах и хватило на вооружение целой стрелковой роты в этой дивизии. И таким образом проводились полевые испытания этого оружия для того, чтобы понять вообще нужно оно Красной Армии или нет. Ну, было принято решение, что советская промышленность начнет производство собственных пистолетов-пулеметов под собственный патрон 7.62 ТТшный. Вот, и они получили название ППШ и ППД. Вот, но это оружие также поставлялось по программе Ленд-Лиз в качестве, скажем так, когда вот американские танки приезжали на территорию Советского Союза, то внутри таких боевых машин они были полностью укомплектованы и боеприпасами, и, соответственно, стрелковым оружием, которое должно было использоваться танкистами. Да, получается, кроме как вот в танков, технике, отдельных не привозили? Отдельные их не привозили, потому что боеприпас для них, он был нетипичен для, скажем так, советской промышленности. 9 миллиметров, кольтовский, он достаточно большой, вот, но у этого боеприпаса были существенные проблемы.